Привет! Сегодня мы будем смотреть интервью Цискоридзе о балете, о искусстве. Просто я обожаю балет, очень люблю именно Цискоридзе, его подход. Недавно просмотрела его некоторые другие интервью и постановки, и вот вижу это интервью. Почему-то я увидела его только сейчас у себя в рекомендациях и решила, почему бы не посмотреть его, не записать свое мнение, возможно, свою реакцию на то, как он будет рассказывать. Потому что он очень такой, знаете, человек-сюрприз. В том плане о том, что у него очень небанальный взгляд на жизнь, небанальный взгляд на искусство и вообще на музыкальное творчество. А я очень люблю небанальных людей, поэтому будем смотреть сейчас, говорить свое мнение. Я думаю, что наши мнения с ним будут расходиться. Будут. И вот мне поэтому очень интересно, что же у нас будет общего и что же у нас будет кардинально разное. Ну хорошо, значит, давайте начнем смотреть. Это Николай. Я не знаю, кого я ждала так долго, как вас. И несмотря на то, что с вами очень много интервью, мне кажется, с вами всегда есть о чем поговорить. И темы не могут быть исчерпаны. Спасибо, мне приятно. Ой, Пусечка, спасибо мне. Приятно. Хорошо, знаете, вот мне очень нравится, когда ты делаешь комплимент музыканту или исполнителю, и он не говорит, ой, да ладно, уже вам что там. А он говорит вот спасибо. Почему я это говорю? Потому что я в свое время, когда училась в консерватории, я тоже очень много брала интервью, потому что моя научная работа основывалась нам именно на отношении композиторов к творчеству, и мне нужно было брать интервью у композиторов. И вот у каждого была разная реакция. И вот все равно, когда ты даже хвалишь человека, ты показываешь, что я села, узнала про тебя информацию, послушала твои произведения, и я хочу сказать свою точку зрения, свое отношение к тебе. И он такой, ой, да ладно, не надо. И ты чувствуешь себя каким-то, ну, я не знаю. Приятно, что вы меня дожидались. Я очень уважаю людей, которым удалось выбрать такую позицию, что они ничего не говорят. Это очень дорогого стоит, но в свое время я встал на эту скользкую дорожку. И я знаю просто правила игры, что если ты сам не скажешь, сам не расскажешь, тем более в сегодняшнее время, обязательно переврут, обязательно скажут какую-то нелепицу. Лучше самому это сделать. Те виды спорта и искусства, как балет, где русские традиционно сильны, фигурное катание, гимнастика и балет, синхронное плавание, это все на стыке эстетики и жестких физических нагрузок. И если обыватель посмотрит видео с тренировок, например, Виннер или Терри Тутберица, или балетные какие-то тренировки, и ваша какая-то попадала, где вы тоже покрикивали на своих, многих это может немножко обескуражить, потому что обывателю кажется, что это все-таки жестковато, особенно Виннер, ее метод. Ой, насчет этого, насчет жестких тренировок и кнута, это, знаете, в моменте, когда ты, хотя нет, по-другому скажу, мы учились в консерватории вместе с хореографами, и иногда было такое, что у нас, к примеру, на втором этаже проходит пара, я не знаю, что-нибудь там, музыкальная литература или там гармония, а сверху, на другом этаже, хореографы, там что-то там отрабатывают. Вот, и Ор иногда такой стоял, что уже было вообще ни до какого римского Корсакова, и действительно прям, я думала, сейчас провалится этот пол, и именно вот эти, знаете, подушевляющие крики преподавателей, ну, это был особый вид искусства. И когда я встретилась с этой девочкой, я ей говорю, с хореографом, я говорю, слушай, как вы терпите, она вас же так орут. А она мне ответила, да, мы что-то не заметили, что нас орут слишком. И понимаете, вот когда ты вовлечён в процесс, это всегда какая-то энергия, которую в моменте именно там ты не особо замечаешь. Конечно, да, бывают люди очень сентиментальные, очень ранимые, но они не выживут в этой среде. То есть если человек очень такой непредназначенный для вот такого общества, для такого режима работы, он уйдёт оттуда. Ну, конечно, если вы, допустим, ходите на растяжку, на йогу, для себя, для собственного удовольствия, или вот даже вот как я преподаваю онлайн детям, которые хотят играть на фортепиано только для себя, для того, чтобы там сыграть свои бабушки, дедушки, для общего развития, понятно, что я не буду их заставлять играть гамму с утра до вечера. Но вы не раз говорили о том, что кнут — это высшее проявление любви, потому что это ведёт к результату. Как вам кажется, может быть, я не знаю, это является какой-то национальной чертой, с помощью кнута производить, создавать какую-то невероятную красоту? Нет, просто здесь, понимаете, когда ты начинаешь, вот я, допустим, с вами буду работать, да, и это не значит, что я вас должен готовить как себя или как там Маша или Даша, я должен полностью влезть в ваше тело, в вашу координацию, в вашу психологию, понять, вы старт плюс или старт минус, на какой минуте будете уставать. Очень часто для того, что... О, это просто золотые слова. Ну вот да, на самом деле педагог, он всегда должен смотреть, смотреть на ученика и видеть, что ему нужно. И в музыке то же самое, педагог смотрит, вытянешь ли ты играть целый концерт, или ты больше, я не знаю, по каким-то другим сферам. Это очень важно, очень важно. Просто... Чтобы сдвинуть, ты должен приложить энергию. Энергию — это всегда повышенные тона, это всегда напор, нажим, потому что я своей энергией выдавливаю ваше. Сочетание вот этой техники с необыкновенной поэзией, это только русским присуще, больше никому, вообще никому. Мне просто всегда удивлялось, что в каких-то... Знаете, я читала такую фразу, недавно слышала фразу. В жизни важны только три вещи. Где родился, на ком женился и у кого учился. К чему я это говорю? О том, что вот он сказал, что учитель своей энергии вытесняет энергию ученика. Очень философский вопрос, на самом деле. Можно долго об этом думать, все размышлять. Ну, конечно же, прекрасно, если энергия учителя хорошая. Что, если она плохая? Вот это, конечно, спорный вопрос. Но в контексте, в контексте этом, я бы не против. Была бы, если бы мне в детстве с корицей вытеснул мою энергию, своей энергией. Вот. Кстати, идея для педагогов о том, что педагоги всегда должны стараться быть такими интересными личностями. командных видах спорта, кроме хоккея, Россия не очень была сильна, хотя там наверняка есть и дисциплина. Невозможно. Это невозможно. Я говорю всем, да вы убейтесь, никогда не будут играть в футбол наши. Никогда не будут. Это координационно невозможно. Наши теперь покупают этих всех западных, да, потому что другие мышцы, другая, все равно западники будут сильнее. У них другие. О, да. Насчет этого я полностью согласна. Знаете, очень важно именно вот эта вот какая-то этническая принадлежность, этническая особенность по поводу мышц. Я слышала вот эту идею, я ее слышала где-то, наверное, года три назад, и я была с ней полностью не согласна, такая, думаю, что? Как это так? Люди все одинаковые. А теперь, вот когда я уже покаталась по разным странам, познакомилась с разными людьми, которые живут в разных вообще этнических группах, теперь я поняла, что это сто процентов правда. и вот даже когда я училась в консерватории, с нами много было учеников из Китая. И вот знаете, когда ты слышишь, вот, к примеру, подходишь к кабинету, и ты слышишь, что там кто-то играет, и ты на слух даже можешь определить, играет это русский или играет это китаец. Очень есть большие различия. китайцы играют очень хорошо, у них блестящая техника, но вот нету какой-то составляющей, что-то выпадает, вот какая-то такая, не знаю, чувственность, что ли. Русские тоже могут добиться такой техники, но у них все равно будут немножко другие плюсы, другие минусы, поэтому именно этническая принадлежность очень важна. Вот что интересно скажет он по поводу балета? Физические возможности. И здесь очень важно все-таки, этническая принадлежность очень важна, очень важна и никогда не будет по-другому. А то, что касается художественной гимнастики, фигурного катания и даже синхронного плавания, это все, что связано так или иначе с музыкой. Обязательно. Это то, что связано с какой-то красотой и с тем, что на стыке тоже один из с каризмом, что балет в России существует дольше, чем США как государство. Это из моего интервью, мне, наверное, было лет 20-21, когда я это высказал. И тогда на пресс-конференции в США, и все так очень были удивлены моей дерзости, меня задали вопрос, почему я считаю, что русский балет лучше, потому что у нас балет лучше дольше, чем США как государство. Смешно, конечно. США и государство. Как правильно смотреть балет? Вы ведете целый курс лекций. Зрители 19 века, которые шли смотреть на вот эти сказочки, которые делались на сцене, они были более образованные. Те люди очень неплохо разбирались в мифологии, в библейских сюжетах и так далее, но не зная вот этого, вы не можете получить удовольствие от самого спектакля. Я думаю, что те люди были более образованы, потому что, собственно, балет и писался на те сюжеты, которые у них были перед глазами. Допустим, ну, в современном мире, если бы написали балет, что у нас, какие... Как был создан айфон, не знаю, или про то, как Трамп стал президентом. Вот если бы написали балет на эту тему, я думаю, тоже бы все были бы в курсе и все были в контексте. Просто в то время и балеты писали именно на те сюжеты, которые были тогда актуальны. Вот. А сейчас таких современных балетов на актуальные темы, к сожалению, нет. И вопрос, почему их нет? Либо они не настолько востребованы, либо что произошло? А знаете, что произошло? Все произошло так, что все эти сюжеты, они перекочевали из классической музыки в фильмы. Вот сейчас, к примеру, вышел фильм Меган и Гарри на Netflix, документальный фильм. И если бы сто лет, давайте, двести лет назад случилась бы такая ситуация, и мы бы жили в то время, и Меган и Гарри, что бы они сделали? Выпустили бы фильм на Netflix? Нет. Они бы написали оперу. Оперу или балет. Вот. Поэтому я думаю, что сейчас именно вся культура, вся история заключается не в оперный, балетный жанр, а она заключается в фильмы. То есть немножко жанры сменились, перешли в другую плоскость. Вот так вот. Я думаю, через сто лет откроют, не знаю, какой-нибудь 3D-визуализатор, где там фильмы будут сниматься, знаете, как в 7D, и ты сможешь там ходить возле актеров и там как бы принимать участие. И тогда все сценарии, все сюжетные линии, актуальные для того времени, они будут сниматься именно вот в этих 7D-фильмах. Вот так вот. Мир движется. Не стоит на месте. Идем дальше. Да, вы можете ждать, когда же дядька скрутит 32 фуэты, а дядька будет вот так прыгать бесконечно. Но балет про другое. Балет все-таки вид искусства. И я, как человек, который отдал этому жизнь, хочу, чтобы люди еще кайфовали от другого. И когда я понял, что это имеет отклик, мне было очень приятно. Будет ли упрощением сказать, что классический балет, он чаще сюжетный, сюжетов не так много. Жизель, Лебединое озеро, Спартак, Дон Кихот. Ну, по сути, сколько их наберется? Наверное, штук 30. Мы наберем классических таких балетов. Сюжет довольно простой. Добро со злом. Иногда даже наивные бывают. И по большому счету четыре акта Лебединого озера высиживают не ради того, чтобы посмотреть, как принц закрыл. Так они не высиживают. Они еле-еле до второго акта засиживают. Но те, кто досиживают, они же не из-за красоты. Это иногда медитативное даже вводишь состояние. По большому счету вот эти все фуэте, какие еще бывают? Прыжок и фуэте, это два самых главных технических демонстрация, умения. Белый балет, белый балет, он нравится всем. Джордж Баланчин, он великолепную фразу сказал, что любой балет для того, чтобы он имел коммерческий успех, надо называть Лебединым озером. Это сразу продается, сразу продается. Много женщин в белых пачках, беспроигрышная вещь. Знаете, есть такая еще фраза о том, что я ее читала, кстати, в книге Фирмата. Вот недавно у меня вышло видео о четырех книгах для того, чтобы понять музыку. Четыре книги, которые можно прочитать простому человеку и понять музыку более глубоко. И там есть такая книга Фирмата о беседах с композиторами. И Губайдулина, современный композитор русский, сказала о том, что музыка должна дарить немедленное удовольствие, а экстремальное сложность, она не становится полноценным искусством. Или это противоположность искусству. Но что-то в таком роде она сказала, и я с ней согласна. О том, что мне кажется, в жизни и так много всего, всех не очень хороших вещей, особенно сейчас. И если ты приходишь слушать музыку, и музыка еще такая прям вся что-то там какой-то авангард, я не знаю, стучат ложками по струнам, или я не знаю, чем-то еще занимаются, что не приносит удовольствие, то зачем это вообще музыка такая. Вот к примеру, я когда хочу получить удовольствие, то есть музыка это быстрый доступ удовольствие как еда ты взял шоколадку съел доволен музыка включил музыку послушал ты счастлив а зачем слушать музыку если она не нравится если она не приносит удовольствие вот у меня такое у меня такое отношение к этому просто беспроигрышная а если еще сентиментальная музыка вообще беспроигрыш потому это всегда будет хорошо трагедия сегодняшнего театра заключается в том что люди которые приходят но они видят много людей бегает другие аплодируют значит все хорошо а теперь что им показывает в принципе подделка уже давно давно показывать поделку и это никогда уже никто не определит мне больше были таманов и меломанов они не имеют доступа к театре и отчасти это было сделано специально для того чтобы но как сказать проворачивать свои делишки и всегда был типа якобы успех а когда закончился вот больно точно годах начале 2000 где-то где-то все 2005 год когда закрыли старый театр что не было ни одной постановки большом который бы вы назвали выдающейся постановка последней выдающейся только пиковая дама которая получила мировой такой резонанс и получила все награды кажется кажется я знаю о чем он говорит часть прояснилась про поясню про вот эти вот делишки о которых он рассказывает я думаю что он имеет ввиду вот этих вот режиссеров-постановщиков типа богомолов пепеляев но има ой наймайер как вода провод этих авангардистов и современное искусство вы знаете вот если немножечко отмотать и посмотреть о том что музыка она возможно чуть-чуть отстает от живописи от визуального искусства вот вот на капельку и вот если посмотреть современном искусстве началась экстремальная какая-то сложность искусство стало искусством инсталляции искусство компиляции то есть вот пошли вот эти вот знаете инсталляция унитаз и все это типа и какое-то что-то типа искусство или какие-нибудь интересные перформансы там где голые люди там бегут все остальное делают то есть какое-то странное вот такое вот отношение пошло не везде не повсеместно но вот какая-то была такая особенность и это конечно же пришло и в театр стали ставить современную хореографию и современной хореографии было ну так сказать 18 плюс мягко говоря и знаете я где-то еще слышал такую тоже фразу о том что если ты не знаешь чем удивить слушателя и зрителя раздень просто актеров и даже в фильмах мне кажется большинство фильмов начинается с какой-то такой вот action action сцены которые знаете такая на грани 18 плюс почему-то она но это очень легкий способ узнать как сел шоколадку стал доволен включила в фильмы или в балет сцену 18 плюс и вот сразу же билеты все раскупили и с одной стороны как бы ну теряется самобытность теряется какая-то утонченность теряется а уж ты не теряется может быть я просто душнила может это наоборот прикольно не знаю но сейчас мне кажется что что теряется посмотрим что я скажу через десять лет когда я буду уже такой дамой ладно хорошо ну щелкунчик это традиционно в новый год это просто весь мир не может без этого жить настроение на самый щелкунчик дефицитный балет на него он всегда был самый дефицитный он всегда был самый дефицитный все равно как любая постановка если вы приедете в америку вы будете удивлены в каждом подъезде в каждой школе идут свой щелкунчик если человек ничего не понимает болеть кстати да в америке очень любящим кончика у меня есть две ученицы с америки и одна из них танцует в балете и она мне всегда рассказывали о том что вот у них они ставят пацановку щелкунчика учиться в школе ну это огромнейший плюс огромнейший плюс в развитии детей очень хочет разобраться то есть как лучше действовать взять программку что-то хотя бы узнать про сюжет прочитать сюжет попытаться а может быть наоборот посмотреть и подумать ну а что мне ясно и в этой картинке пойму ли я сюжет без либо это сейчас думаю не поймет там же в целом вот если например артиста прикладывают руку груди и потом делает вот так как правило это очень категоричные вот это скорее за очень категоричные и с одной стороны это меня и привлекает и не отталкивает потому что не знаю почему но это наверное и неплохо иметь какую-то категоричность к некоторым вещам я люблю тебя ну вот вы понимаете это все да но сейчас ничего не поймут почему я вот рассказываю про балеты там да ну потому что граф вот так не может сделать принцесса так не может сделать там допустим а крестьянин вот так не может сделать уже здесь сильно отличается от сельфида это два романтических балета они очень сильно отличаются и жезель велиса и сельфида это абсолютно разные существа несущие разное наполнение смысл разный конечно для тех людей которые просто пришли показать платье это бесполезно объяснять а те кто действительно хочет еще и получить от этого удовольствия он конечно этим поинтересует но из исполнителя я могу сказать что практически объяснять а те кто действительно хочет ещё и получить от этого удовольствие он конечно этим планом поинтересуете но из исполнителя я вам могу сказать что практически сейчас нет артиста который покажет вам разницу и вам не читая ничего будет понятно что лист отличается от сэльфида когда балет воспринимают не так глубоко не обидно потому вот знаете вот сейчас я поняла что он имеет ввиду дело в том что да очень важно знать сам источник источник и все мы воспринимаем в контексте то есть ну допустим насколько этот телефон большой по сравнению с муравьем он большой по сравнению с девятиэтажным домом он маленький если мы берем что-то вырываем из контекста но допустим приходит мне на ум фраза из библии написано есть такая фраза сказал безумец в сердце своем нет бога если мы возьмем вот эту фразу нет бога и вырываем и скажем в библии написано нет бога мы наврем нет не наврем мы правду скажем но какой контекст и сказал безумец в сердце своем нет бога контекст уже по-другому видится я могу рассказать еще одну историю к примеру евгений онегин чайковского все мы знаем исходник именно пушкина евгений онегин но тот такой интересный момент о том что если допустим мы не знаем вот это вот всей истории мы не знаем татьяны и мы не знаем к того контекста исторического и когда мы смотрим о том что татьяна написала письмо и о том что она так мучилась о том что это у нее вызывало такие колебания мы не поймем подумаем что ты такого написать письмо признание в любви да ладно этом вконтакте себе уже сколько там всем своим поклонникам писала и там признавалась тысячу раз но когда мы понимаем что в то время девушка не могла признаться в любви первое это считалось ну очень 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 какой-то такой пост постыдный поступок мы начинаем понимать о том что ну да наверное она чувствовала себя как-то очень не очень комфортно мы начинаем понимать сколько у нее внутри смелости было насколько она действительно сильно была влюблена вот это контекст дальше есть еще и музыкальный контекст вот музыкальный контекст очень такой очень интересный и вот мне как музыковеду всегда нравится смотреться на музыкальный контекст значит я вам расскажу такую интересную тайну в самой последней сцене где татьяна встречается с евгением онегиным когда она уже замужем за своего этого генерала значит евгений онегин подходит и говорит я люблю вас и он ей это говорит такими же мелодиями такими же фразами такими же музыкальными интонациями что и татьяна ему написала в своем письме то есть когда написала напела это вот знаете знаменитую айру я люблю старый талат и это означает что на музыкальном плане они он хотел к ней действительно приблизиться он хотел к ней попробовать поговорить на ее музыкальном языке и возможно до этого он и никого и не любил потому что у него даже не выработался свой какой-то любовный язык ведь яркие прям аж вдоводушевилась когда музыки но это еще не все значит когда татьяна писала письмо она написала письмо в тональности рэй бемоль мажор значит в это время в оркестре играла тональность рэй бемоль мажор тональность это особая такая структура нот особая такая организация not обычно рэй бемоль мажор используют как тональность любви римский корсаков всегда когда хотел показать любовь там про кофе все композиторы брали рэй бемоль мажор как тональность любви так вот когда евгений онегин говорит татьяне я вас люблю татьяна ему отвечает нет все время ушло я замужем за другого я тебя не люблю я замужем у меня есть муж и я буду век ему верна своему мужу но в оркестре играет тональность ре бемоль мажор та тональность которая была в то время когда написала ему письмо а теперь хопа контекст совершенно меняется если мы по тексту видим что она говорит что я тебя не люблю а музыка говорит совершенно другое вот это это контекст и если мы знаем контекст мы понимаем оперу уже не так что типа татьяна отшила евгения онегина а мы понимаем оперу с той точки зрения о том что все события в жизни они имеют две как сказать две стороны две стороны медали и да и нет и вот думаете думаете по искусству говорили о том что так как малевич передает пространство и философски настолько глубоко никто судя пространство так не передает а я я долго не понимал для меня много лет черный квадрат был герундой я сейчас не вспомню фамилию наизусть этого автора который первый написал такую картину черную полностью и это было я не помню она называлась аля темнокожие танцуют в темную темную ночь и она была полностью темная и это был как сказать это был трюк а у малевича это манифест есть произведение искусства которые вы можете воспринять и получить удовольствие уже имея какое-то образование с этим да это сто процентов правда то есть моменты о том что нужно быть подготовленным несмотря на то что музыка приносит должна приносить удовольствие удовольствие бывает разное удовольствие бывает эстетическое ты смотришь на красоту и ты вас восхищаешься удовольствие есть как это логическое или как-то сказать связано с разумом вот допустим у меня есть знакомые программист вот он такой смотрит на код и он такой как красиво я смотрю циферки я ничего не понимаю циферки там там буквы и все остальное а вот для него красиво потому что он понимает что это на меня некрасиво просто не понимаю и вот с искусством то же самое для того чтобы было красиво нужно понимать потому что есть музыка которая музыка искусства которая действительно построен с акцентом больше на логику допустим для меня бах юган себастьян бах это не про эстетику и красоту это про логику и про счет потом современные композиторы допустим шнитке пендерецкий это тоже все про логику а вот эйнауди вы все знаете до этого композитора это уже про красоту про красоту про минимализм поэтому нужно быть сто процентов подготовленным и нужно быть еще и подготовлен к тому что именно тебе нравится вот такая штука пустого красотелого как у вас не будет значит что такое артист очень хорошо об этом пишет в моем театре безподобно хорошо там вот есть диалог Джулии Ламберт с ее сыном когда она ему говорит что настоящее горе безобразно и никогда говорит я на сцене не буду по-настоящему плакать или смеяться я должна вызвать зрителей сопереживание я буду плакать с ними я буду сопереживать с ними на сцене не блестят настоящие бриллианты знаете да не видно только стразы сцена не переносит ничего настоящего только искусственное настоящие цветы на сцене не смотрятся только искусственно смотрится и смотрится гораздо лучше что у сцены есть закон если вы по-настоящему плачете реально вам ни один человек вот там за этим на зале не будет сопреживать но если вы умело будете оплакивать то или иное событие зал будет умирать слез потому что вы в каждом затронуться что-то его личное что его заставит принять эту ситуацию на себя начать сопереживать угла вот это заявление мне надо переварить конечно же вот эту вот фразу все сейчас я закрою видео буду ходить по комнате и думать что он реально хотела этим сказать действительно ли это так я не знаю даже никогда раньше не слышала такого у меня прям аж немножко слезки навернулись на глаза от такую от таких эмоций но я подумаю над этим я не знаю согласны ли вы с этим заявлением я пока еще не знаю что сказать по этому поводу это пока слишком слишком взрослое заявление для меня я думаю мне нужно еще до этого дорасти чтобы об этом сказать что-то это с гораздо сложнее чем быть комедийным артистом это очень мало вообще кто может вот этот уровень владения энергией внимание психотипа владением информации когда ты можешь заставить всех поверить что ты именно тот принц который разбудит сейчас все королевство а вот это вот маленькие детали о том как же понимать балет и вот знаете тоже я читала книгу как понимать музыку ляли кондуаровой и там тоже была написана такая фраза о том если вы не любите классическую музыку и придя в оперный театр смотрите на страдания героев и вам хочется сказать не верю какой это чушь собачья то не вините себя возможно что-то не так на сцене потому что хорошо сыгранная хорошо поставленная музыка она всегда затронет струны души любой души даже если вы не любите классику вот только тот вопрос такой что значит хорошо исполненная это настоящая или хорошо сыгранная музыка она именно не болеть связано было с мечтой которые не осуществились смотрите вы хорошую передачу о разделах а у афроамериканок вообще есть так скажем не то чтобы талант способности на есть у каждого человека но вот их генетические способности так скажем да во первых это очень выносливый организм да они очень прыгучие они очень красивые есть тела просто бесподобные но как правило стоп не бывает очень мало кого это вот такая генетическая особенность стоп неподвижный хотя все остальное и они присущи координации которые белой расы никогда не когда когда афроамериканцы но сейчас вышел вы видели да да для меня это просто я не специально посмотрел я хохотал сначала потом если бы допустим я хорошо знаю историю я очень люблю королевские дома я хорошо знаю кто это что это а ведь основная часть людей не знают мою любимую тему про толерантность так ладно буду себя держать в руках что у меня не понесло значит по поводу этого толерантности по поводу вот даже с того же самого анна болей о том что сейчас фильмы берут снимается вот этих вот людей с другим цветом кожи я считаю что у актера нет пола нет расовой принадлежности но физические физиологические какие-то вот особенности то нет меня то же самое что я говорила про принадлежности к этническом этническим группам самом начале тут уже вступает на арену немножко другие какие-то понятия о том что если вы снимаете королеву англии и она другого цвета кожи для меня это не совсем понятно но это как-то исторически недостоверно как минимум вот последнее что меня очень сильно раздражало это том что я посмотрела сериал ведьмак и там вот это вот его девушка она была темнокожей хотя в книге написано о том что у нее были рыжие волосы светлая кожа ну если автор написал рыжие волос светлая кожа то почему взяли другую актрису в этом нет сути что типа я не люблю там как бы других людей с другой другим цветом кожи но историческая достоверность должна быть вот если бы я написала бы книгу ведьмак и написал что вот она должна быть с рыжими волосами и с белой кожей и я потом смотрю фильм по своей книге а там другой актер но мне было бы не совсем приятно плюс плюс там были все-таки ведьмак это фильм эта книга написана как бы с отсылка на 1200 когда 1300 и там тоже снимались другие темнокожие люди и мне кажется о том что если бы на руси появился темнокожие люди и не знаю что было бы если людей с рыжими волосами сжигали на костре то как бы они относились к темнокожим людям но тут идет просто какой-то конфликт исторический все-таки ну я не знаю как-то либо режиссером надо создавать фильмы в которых это все будет так плетаться органически или как-то это сделать более более красиво но вы тут анна болей тоже ну неужели они не могут написать какой-нибудь фильма про при не принцессу англии а принцессу дубайскую я не знаю принцесса в дубае и тогда взять туда такую темнокожую девочку и снять или я не знаю там вот эти вот африканские страны египет история в египте и тогда брать вот таких вот людей которые дадут атмосферу и контекст тогда это все будет красиво звучать как это будет все органично будет все красиво хорошо ну вот вот эта вот штука о том что толерантность сейчас фильмов должно быть 30 процентов там таких 30 процентов таких и там таких но меня это очень сильно почему-то настораживает особенно когда фильмы идут исторического контекста потому что знаете мне кажется так как то этот вопрос от этой толерантности он слишком раздутый слишком у него как-то много внимания обращается и плюс еще такой момент о том что мне вообще большие вопросы к историческим фильмам та же самая корона в этом сериале корр корона говорится о том что николай убил свою семью ну то есть как бы это не прямо говорится а вот ведь его то и очень много каких-то неточности исторических и мне кажется что это очень плохой момент в том что знаете сейчас я вам расскажу всю цепочку раньше когда я училась в школе для того чтобы узнать какую-то информацию я шла в библиотеку потом через лет 10 для того чтобы узнать какую-то информацию я шла не библиотеку а в википедию в интернет теперь для того чтобы узнать какую-то информацию я иду смотреть видосики ну я говорю не про себя а вообще вот про людей, которые, про детей, которые меня окружают, и вот с которыми я общаюсь. Через 10 лет людям, которым надо будет узнать информацию, куда они будут идти? На Netflix! Исторические фильмы на Netflix. У меня от возбуждения аж прям микрофон падает. И поэтому вот тот же самый сериал Мэгган и Гарри, который просто... У меня красные глаза были от возмущения и просто от злости. Сейчас я понимаю о том, что это враньё о том, что они показывают. О том, что, ну, ты сама виновата, что на тебя такая травля и всё остальное. А через 10 лет люди, которые не знают вот этого контекста, который сейчас, они посмотрят этот сериал, и они подумают, что... Да, какая бедненькая Мэгган! Её отравили, да? Какой ужас! А ничего, что... Ладно. Коротко расскажу свою мысль о том, что маленькие допущения, искажения в истории, они наслаиваются, наслаиваются, и потом приводят к очень необратимым... К необратимым последствиям. Смотрим дальше. Я просто хотел задать вопрос только один. Получается, что белая женщина увела у темнокожей мужа, уже расовая несправедливость, и из-за белой женщины темнокожего и её брата лишили головы. Получается, они убили темнокожую семью, белые это сделали. Получился страшный абсурд. Вот если следовать их логике, чудовищный сюжет невозможно было выбрать. А если в балеты так настойчиво будут вводить чернокожих танцовщиц, танцовщиков, как это делают в кино, в Голливуде, например, сейчас есть специальная комиссия, которая отсматривает, какой политический... Я очень надеюсь, что в Россию это не придёт никогда. Я тоже очень надеюсь, что этого не будет, потому что искусство, оно не должно быть подвержено и каким-то политическим вздрязгом, вот этим вот какими-то тёрпком. Я думаю, если будет какие-то действительно сюжеты, где понадобятся такие люди, то им будут всегда рады. Но из-за галочки это делать, из-за того, что говорит, что «О, мы толерантные...» Нет. Если это будет уместно, это будет превосходно. Я считаю, что национальность должна быть только у персонажа. У артиста я очень часто, опять-таки, я повторяюсь, это из моих предыдущих интервью, у артиста... Национальность должна быть у персонажа. Вот! Цитата дня моего. Национальность должна быть только у персонажа. Это нет ни пола, ни национальности. Если у персонажа полная национальность, ты должен встать и сыграть это. Если ты хороший артист, у тебя получится. А если нет, Таня... Кстати, вот к вопросу о Метту. Слышали вы историю, что британский хореограф Леон Скарлетт покончил с собой из-за обвинений в домогательствах? Они там доказательств прямых не нашли? Ой, давайте вот это перемотаем. Вот эти вот... Как их выгоняют из Большого... О, нет, там дальше идет эта политика. Почему так сложно попасть в Большой театр? Куда деться? Ой, ладно. Мои хорошие, у меня уже кончается энергия. Меня уже так переполняют эмоции, и то, что я посмотрела, мне нужно обработать. Мы всего лишь посмотрели час, час двадцать из этого интервью, и еще целый час. Я не вытяну. Это настолько гениальный человек, который наталкивает на многие-многие мысли, что я думаю, что мне на сегодня достаточно. Вот, надеюсь, что вам тоже было достаточно над чем подумать. Поэтому, я думаю, возможно, я посмотрю до конца, когда немножечко перекушу, расслаблюсь, выпью свой кофеё, поиграю на фортепианке, но буду досматривать. Вот, поэтому я с вами попрощаюсь. Пишите, что еще можно посмотреть интересного в плане музыки. Кстати, недавно я смотрела интервью Рихтера, Рихтера и Стрелес, там тоже есть интересные мысли о Мориконе, об Энауде, про, вообще, про современных композиторов, поэтому можете заглянуть, посмотреть это видео. А я с вами попрощаюсь, пойду восстанавливать свою эмоциональную, психическое здоровье, потому что после этого, конечно же, надо расслабиться. И встретимся с вами в следующих видео. До встречи!